Всем привет! Вы на канале Василий и Мильяненко. И сегодня мы будем делать шаурму. Вот сам Василий, старый реактёр, а я сегодня новенький. Я не знаю, что такое шаурма, а ещё мы сегодня будем делать шашлык, а я буду мёрзнуть возле костра. Всем пока! Переключаемся на другого актёра. До свидания! Подсиживают, да? Но, как вы из слов Александра поняли, сегодня делаем шаурму. Шаурму делаем в пите, в арабской, в лепёшке, в таком, в кармашке. Делаем всё на израильский манер немножко. Хотите назовите её шварма, шава, шавуха, как угодно, но это всё одно и то же. Хлеб, мясо, овощи и соус. Начнём с мяса. Пока у меня угли ещё готовы, быстренько маринуем баранину. Здесь у меня и гнёночек. Я его даже особо не зачищал. А нет, давайте сделаем вот что. Я его не зачищал, а са. Чтобы его было удобно жарить, сделаем вот так нож. Я его разделю на какие-то такие условно-адекватные куски, для того, чтобы можно было удобно жарить. Не хочу, не нужен мне никакой шашлык. Разделываю, как попало, всего лишь для удобства. Всё скидываю в тазик. Лопаточка нежная, маленькая. Жариться будет без всяких проблем. Самое главное, что да, у нас нету пилона, на который всё это насаживается. И мне хотелось не традиционно с курицей, как в России, или из телятины с курдюком, как в Турции делают дунер кебаб. Я хочу авторский такой, вкусный, настоящий, ароматный. И обязательно много зиры. Обязательно прям куча зиры. Чёрной, узбекской, вкусной. Вот столько. Теперь я использую для маринада всё, что было под рукой. У меня ещё есть узхо сунели, которые я тоже не перемалываю, а всего лишь натираю. Натираю и добавляю вот сюда. Остренькие какие эти штучки. Пальцы протыкаются. Как назвать эту шаурму? Давайте назовем её шаурвасе. Или как-нибудь, например... Напишите как-нибудь нам в комментариях, как её назвать. А мы, соответственно, так и будем опираться на этот рецепт и говорить. Вот вариант такой-то называется вот так-то. Ещё сюда, знаете что, немножко сычуанского перца. Ну, вообще, такие брутальные, грубые специи. Немножко чёрного молотого. И обязательно, обязательно, обязательно сюда соль. Смотрите, соль. Чуточку масла. Просто растительного обычного масла. Для того, чтобы все специи соль прилипли. А вот лимон мы туда добавлять не будем. Почему? Да потому что не надо добавлять туда лимон. Всё перемешиваем. Даём постоять немножко. Почему я так грубо всё сделал? Да потому что во время жарки все эти крупные специи отвалятся. Отвалятся и всё, вообще никаких проблем не будет. Кто меня там за ногу трогает? Я чуть не это. Инфаркт мне не хватил. Как ты подкрался туда? Никак. Сегодня я буду в профессии хулиган. Как в профессии хулиган? Я думал, ты будешь в профессии шаурмен. Ну да, шаурмен. А точнее бизнесмен. Александр Шаурменович, смотри, что я делаю. Выкидываю вот это мясо вот сюда. И всё, пусть оно там жарится. Само по себе. Пусть набирает свою температуру позагорать. Совершенно верно. Так, руки надо помыть. Это правильно. Так, дальше у нас по плану начинка. Начинка у нас будет такая. Когда я покупал капусту по-гурийски на рынке, то мне достались в подарок два перчика. Можно сделать вот так. Взять несколько листочков, чтобы удобно было резать. И тоненькой соломкой нарезать столько капусты, сколько нам понадобится для парочки мешочков с бараниной. Чьи там щипцы прикасаются к баранине. Я буду следить, чтобы оно не сгорело. Оно там не сгорит. Углей там мало. Хоть и мало, если будет стоять больше одного часа, то полностью сгорит и будет просто всё чёрное. Мы успеем. Так, капусту. Горит, горит, горит. Где не горит ничего там. Это там пламя горит, а баранина не горит. Не надо переваривать. Путь печётся с той стороны прям тщательно должен быть. До золотистого цвета. Я понял. Вот теперь жар разошёлся. И специи надо, чтобы упали туда. И чтобы жир нагрелся, сок туда отлился. И тогда загорится пламя. Давай. Капустка готова. Что-то там принёс для безопасности. Ведро с песком. А-а-а. Безопасность понадобится, потому что острый маринованный перчик в шаурме вызовет лёгкий пожар. Во рту того, кто будет пробовать. Ну и, соответственно, придётся тушить песком. Дальше по плану у меня красный ялтинский лук. Сладкий, вкусный. Так, потерявший ниндзя. Маленький кусочек бараньки. Знаете, что я заметил в своей жизни? В своей профессиональной по-русской жизни. Когда ты любишь то, что ты делаешь настолько сильно, когда можешь наугад сложить специи, вернее, пряности, которые вообще тут из разных опер, и получается всё равно вкусно, вот это, конечно, для меня каждый раз открытие. Ялтинский лучок тоненько нарезаем, тоненько-тоненько. Отправляем всё вот сюда. Добавляю сюда, знаете что? Стебли. Стебли кинзы. Саму кинзу, листья я добавлю потом в питу. А для того, чтобы лук был ароматным и вкусным, и не очень изо рта пахло луком, я всегда говорю, добавляйте кинзу, корешочки, и обязательно добавляйте сюда сок лимона. Я хотел всем зрителям сказать, что в такие блюда, если для преступника делать, туда нужно снотворный положить. Да? Ага, а пока он спит, нужно его арестовать и посадить на швалку жаревого хлама. Куда, куда? На свалку жаревого хлама. На свалку жаревого хлама? Угу. Понятно. Ну смотри, лук. Лимоном обязательно нужно сдобрить, чтобы исчез аромат вот этого яркого лукового вкуса. И всё. Ну как всё, в смысле не всё. С луком пока что соли чуток, чтобы лук дал сок свой. Он смешался с соком кинзы. Можно, конечно, уксом бахнуть, но здесь хочется, знаете, чего-то такого натурального, натурального вкуса. Теперь нужно соус сделать. Вы знаете, что самый важный соус для шаурмы это не томатный, а белый, чесночный. Дай-ка глянем. Чесночка? Чесночка без чесночка. Какая шаурма? Никакая. Шаурмен, шаурмен, бизнесмен, бизнесмен. Он покрыт весь лучком, булочком, булочком. Шашлычком. Ага. Вот это стихотворение. Вот так вот. Что мы делаем? Соус для любой шаурмы делается из, правильно, молока. Майонез из молока. Так, смотрим, значит, 100, 200, 300. Мы делаем одну часть молока и две части масла. Ух ты, да у нас тут эксперимент. Это не эксперимент, это просто мерный стакан от блендера. Одна часть молока. Смотрите на него. Сидит и не подписывайся. Подпишись, подпишись. А ну подписывайся. А еще как по... носом горячими щупами. Хавать! Хавать, хавать! Молодец! Подписался. Ну, Александр, ну ты красавчик, конечно. Я вот, у меня нет смелости столько так со зрителями с нашими общаться. Давай пять. Молодец. Спасибо тебе большое. Столько подписчиков сразу подписалось. Вообще огонь. Так, три зубчика чеснока. Нужно, во-первых, почистить. Да, переворачивай их все. Пусть с другой стороны жарятся. Опа! Шкурки все в мусор, а сам чесночок сюда. По ощущениям, наблюдаю, что двух будет достаточно. Чеснок ароматный. Чеснок очень ароматный, молодой. Сюда еще добавляем щепотку соли и начинаем превращать молочно-масляную смесь в эмульсию. Блендер у меня наш спонсорский Старвинд. В описании есть ссылочка, где есть все товары, которые под этой маркой не только, встречаются у нас на канале. Вы видели мясорубки и так далее. Смотрите, заходите, может, что интересное найдете. Все, опускаем на дно блендер, начинаем взбивать и как только увидите, что появляется эмульсия, сразу поднимаем, поднимаем для того, чтобы все остальное у нас тоже превратилось в эмульсию. Что случилось? Мама, не страшно. Не слушайте его, он вообще откуда. Мальчик пришел из леса, иди в лес, мальчик. Получается эмульсия, майонез. Запомнили, одна часть молока и две части масла. Что? Блендер с пальцем не игрушка. Я знаю. Я просто хочу снять пробу майонеза. В целях безопасности нужно сначала отвинтить ногу, чтобы она уже не рабочая была. Ну, а теперь пальцем лизнул, в рот отправил, как делают повара. Вот так, ну-ка. Чесночный. Дегустатор одобряет. Все. Значит, чесночный майонез готов. Правда, он сливочный такой, с ярким вкусом чеснока. Так, острова. Там нет остроты, там же чили перца нет никакого. Ну, знаю. для меня острова там кажется, как редисочка. Как редисочка? Смотри, что мы делаем. Мы стряхим специи. Они нам не нужны на кусках мяса. Да. О, класс. Значит, резать будем вот эту часть и вот эту. У нас все готово. Питу не надо сушить, потому что если вы ее подсушите, а потом начнете фаршировать, она у вас поломается все. Ой, какая нежная баранинка. Аккуратно, чем тоньше, тем лучше. Я всегда говорю, какое бы твердое или мягкое мясо не было, чем вы тоньше его нарежете, тем его легче будет сживать. Вот, например, вырезка, казалось бы, говяжья. Нежное мясо, там мышца не работает. Но если вы сделаете ростбиф и порежете толстыми кусками, ее будет тяжело, будет ощущаться, как будто вы жуете какую-то солому. Мясо все прожарилось полностью. Вообще, это очень удобный способ жарки. Главное, чтобы ягненок был нежный и молодой. Как попало, маринуете, бросаете на угли, на остывающие. Кто расплавляет, пытается расплавить мне эти самые? Я же говорю, трогать нельзя ничего. Ну-ка. М-м-м. Ее можно было не мариновать, но на углях и так вкусно. Ты будешь пробовать-то? Вот это бери в серединке. Сочный, вкусный, прожаренный кусочек мяса. Мягкий? Огонь, да? А вообще огонь. Просто ракетка какая-то. Ракетка? Угу. О, ракетка какая-то. Это новый такой сленг. Осталось дело за малым. М-м-м. Какая вкусная баранина. Вот так. Краюшки оставим племяшком. Пальчиками аккуратно. Здесь есть, смотрите, толстая сторона, тонкая сторона. на толстую наносим майонез с чесноком. Не бойтесь, это будет вкусно. Мясо. Мясо не жалейте. Если вдруг мясо заканчивается, нужно достать еще один кусочек, нарезать его. Теперь лук. Почему лук? Спросите вы. Потому что, смотрите, когда вы будете кусать, у вас с одной стороны булка, потом майонез, потом мясо, да? Потом в середине лук, за луком идет перчик острый, капуста, гурийская, кислая и кинза. Лук должен быть в середине. Рассчитывайте количество ингредиентов так, чтобы у вас лук не попадал с краю. Вот смотрите, дальше все зависит от того, насколько вы сомневаетесь или не сомневаетесь в количестве мяса. Значит, если вы понимаете, что вам мяса не хватает, ну, так просто возьмите и добавьте его. Вообще, это вас не должно останавливать никаким образом. Значит, потом кладете ее вот сюда, быстро делайте то же самое со второй. Чесназик. Это мазик с чесноком. Чесназик. Мясо. Александр, ты пробовать будешь? Куда дегустационная комиссия делась? Дегустационная комиссия идет, а мне пора пробовать. Горяченький. Ну, в арабской пите, конечно, гораздо удобнее ее есть. Ничего не течет, ничего не вываливается. Баранина мягкая, но больше острого перца и больше соуса. Опа! Дегустатор, иди. Что это у нас тут? Какой-то багет, я вижу. Это не какой-то багет, это шурма уже готовая, тебя ждет. К пробе готов! Ну, держи аккуратно, да, это, там, откусывай местами. Мясо выбирай, главное. Вот мы пожрать, да? Мастаки. Классная профессия повар, всегда что-нибудь вкусненькое ешь. Дегустатор попробовал и одобряет. Бомба! Ну, пока! Ему надо верить, господа, потому что у меня какой дегустатор, я все-таки повар больше. А дегустатор Александр сказал, да, значит, это вкусно. Пока!